Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика и оператор. И у нас для вас снова новиночка. Особенно это будет чудесным сюрпризом для начинающих бисероплетений, да и не только. Вот такое чудесное растение под названием луговой мужчины горошек или Вика. Или Вика, да-да, вы не ослышались. Я когда увидела это растение и потом нашла, как он называется, я была удивлена и смеялась потом долго. Я говорю, ну хорошо, так что всем Викториям посвящается. Итак, травянистое многолетнее растение семейства Бобовые, которое произрастает обычно в виде сорной травы. Ну вот скажу вам честно, мы гуляли с котенком и по обочине дороги большие-большие насаждения вот этого растения. Ну и когда я пригляделась и посмотрела, что вот эти кисти, грозди состоят из маленьких-маленьких цветочков. Красивые-красивые. Я решила, ну а почему бы мне не сплести такое чудо. Но могу сказать, что это растение может возделываться и в качестве культурного растения. Растение распространено оно у нас в Северной Америке, в частности, штат Калифорния, также в Европе, Средней Азии, оператору так, в Средиземноморье, Японии, Китае, на Кавказе, Западной и Восточной Сибири. Вот так. Растение славится отличными кормовыми характеристиками, но также является ценным медоносом. И, кроме того, луговой мышиный горошек Вика обладает широким спектром лечебных свойств, благодаря чему достаточно активно используется в народной медицине. Но об этом мы поговорим позже. Высота этого растения, вот как написано в интернете, до полутора метров. Ну, конечно, я видела маленькие особи, где-то до 30 сантиметров, с ветвистым стеблем. И они стебелечки, покрытые тонкими прижатыми волосками. Дальше, что еще хочется сказать. Хочется сказать, что луговой горошек Вика, мышиный, химический состав, его очень разнообразен, но полностью не изучен. И поэтому он официально не используется в фармакологии. В народной же медицине Вика применяется для лечения многих заболеваний, что стало возможно, благодаря наличию в этом растении таких веществ, как аскорбиновая кислота, токоферол, каротин, фосфор, кальций, флавоноиды и так далее. Я вам тут пока вазочку вот кручу. Нужно полноценно. Нужно полноценно посмотреть, посмотреть, что как и к чему. Конечно, я надеюсь, что этот букет будет дополняться. Я что-нибудь придумаю обязательно. Итак, здесь у меня 4 веточки. Но я также хотелось бы мне, а то оператор перебил, продолжить. Продолжить то, что народные целители с успехом применяют горошек мышины Вика как кровоостанавливающие, ранозаживляющие растения, противосудорожное, снижение отечности при почечных заболеваниях, водянке и даже рассасывание доброкачественных опухолей. Да, это действительно очень важно для многих. Но также хотелось бы заметить, а то вы сейчас все броситесь запасаться этим луговым мышином горошком и начнете его использовать. Будьте осторожны, потому что в нем высоко содержание токсичных веществ. Именно в семенах. Поэтому следует очень осторожно употреблять. Отвар из этого растения не превышает дозировки. Но, пожалуйста, на основе моих описаний ничего не делайте. Советуйте с лечащим врачом, с лекарями, народными целителями. А так сразу, конечно же, не стоит бежать и заваривать из него, к примеру, чай. Потому что последствия могут быть плачевными. Ну что ж, я надеюсь, что для анонса это достаточно. Но мне все-таки хотелось бы вытащить одну веточку и показать вам. Вот смотрите. Значит, листочки я плела в обычной петельной технике. Так, чтобы новички смогли сплести. И также хочется сказать, что листочки у него тоненькие. И по-другому их, в принципе, не сплетешь. Только вот в такой вот технике. Но для любителей что-нибудь посложнее, то вот я сделала еще веточку. Не буду ее уже вытаскивать, а то у меня сейчас вся эта конструкция развалится. А здесь уже у нас другие петельки двухрядные. Так что сплетем и так, и так. Все покажу. Вот посмотрите. Каждая гроздь состоит из цветочков. Вот такие вот маленькие-маленькие цветочки. И можно сказать, что они напоминают по-своему даже люпин в миниатюре по строению. Либо горошек. Да, достаточно сложные. Я, конечно же, их упростила. Вот так шикарно смотрится оператор. Вот вы так бы и держали. Да, достаточно упростила для того, чтобы вот даже начинающие смогли сплести. И также хочется сказать о том, что для этой работы я использовала китайский бисер номер одиннадцатый. Некалиброванный. Как зеленый, так и два оттенка. Сиреневый. Точнее фиолетовый и сиреневый. Все-все-все китайское. Я надеюсь, что вам понравился этот анонс. И понравилось это необычное для кого-то растение. Для меня, кстати, оно было очень необычно. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И, конечно же, подписывайтесь на наш с оператором канал. Кошка 2015-цветы из бисера, запятая бисероплетения, запятая мка, что означает мастер-класс. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Пока.